Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов 3wbudushin.ru, 3wbudublog.ru и 3wmakevara.ru Так вот о чем. Сегодня речь пойдет о макеваре. Интересно, я написал мне письмо один из моих постоянных покупателей, можно сказать, даже так, да, то есть он приобрел у меня уже несколько макевар для спортивных клубов, которые находятся в Эстонии, ну вот, ребята занимаются серьезно, приобрели уже несколько макеваров Камертон, еще приобретать будут, вот уже заказали. Суть вот в чем. Он впечатлениями делится своими. О чем он пишет? Говорит, что стали заниматься на макеваре много и реально появились очень серьезные успехи в Автомешеваре, прям вообще серьезные. То есть они где-то выступают, где-то проводят то ли показатели какие-то, то ли еще что-то, или даже соревнования, и уровень стал действительно высок именно в этом плане. Ребята занимаются тэквондо, но не только, они еще и занимаются боксом. Вот. Сам он стал заниматься уже достаточно давно, то есть у него опыт работы уже больше полутора лет на макеваре. И судя по тому, что пишет на форуме Сергея Бадюка, очень грамотно подходит к вопросу тренировок. Совершенно здравое суждение. Ксвель не принимает все те методологии, которые предназначены им для работы на макеваре Камертон. Вот. Поэтому и есть успех, и есть хороший результат. А друзья подтянулись, видимо, к этой теме не так давно, но в то же время, вот, видите, пишет о том, что результаты замечательные. А иначе, в принципе, и быть не может. Я поясню, в чем дело-то. Макевары Камертон, ну, или, конечно, БШ, они таким образом устроены. Это основная, одна из основных фишек реконструкции, что нужно добивать боек до отбойника для постановки очень сильного и мощного удара. В этом фишка. Дворники менять надо, что-то залипают на стекла. Вот. И, значит, в Камертоне нужно пробить 20 сантиметров, да, почти для того, чтобы боек ударился в отбойник. В МБШ это поменьше, вот, но тем не менее. Именно таким ударом и бьют, когда ломают доски. Имеется в виду, когда бьют ударом сейген, да, то есть кулаком разбиваются доски, с прямым ударом кулака. Не танцую вниз, когда там, пусть так обрушивают удар. Хотя я в книге, что мы пишем с Сергеем Маткудюком по макеваре, расскажу о том, как можно использовать маленькую макевару для того, чтобы ставить удар не только в вертикальном положении, но и горизонтальном. Как заниматься с набивкой в горизонтальном положении. Совсем хороша маленькая макевара. Или запишу на эту тему отдельный целый подкаст. Вот в этой рубрике. Подкасты за рулем. Так вот. Сам о чем бишь я? О том, что в макеваре камертон мы пробиваем на 20 сантиметров. Когда мы бьем доски в тамишеваре кулаком, например, удар кулака вперед, то мы тоже ставим свою конечную цель не на поверхности первой доски, а за всем массивом, который собираемся пробивать. Это вообще как бы характерно для всех ударов на тамишеваре. Какой бы часть руки мы ни били, но для ноги, мы бьем на пробой, то есть насквозь. И в макеваре камертон происходит то же самое. То есть бьем мы на пробой. Вряд ли на каких-то показательных или соревнованиях вам придется бить массив толще 20 сантиметров. 20 сантиметров это очень солидно. Это 8 досок по 2,5 сантиметра. Это очень прилично. Столько бьют только экстракласса мастера. Там уровня Юрия Федоришина, Сергея Бадюка. Это чемпионские удары. Я могу так ударить тоже. Ну, собственно говоря, читаю именно потому, что очень долгие годы на макеваре занимаюсь. Ну так вот, поэтому ничего иного ожидать и не приходится. Тот, кто хорошо работает на макеваре на пробой и имеет уже уровень хорошей подготовки. Такой, что она столько серьезных макевара пробивает ее до конца насквозь голой рукой, гарантированно не вывихивая руку в запястье и не повреждая ее. Тому не составит никакого труда, собственно говоря, пробить и большой массив сантиметра доски. Здесь нюанс будет несколько в другом аспекте заключен. Еще и в скорости приема. Если, конечно, доски зажаты в станке в тяжелом, то проблем вообще никаких. Если макевару просаживаете любым ударом, хоть медленным, хоть быстрым, вы, значит, конечно, сразу сломаете доски. Если же вам будет, смотрите, на доске товарищ задержать, то если ваш удар будет очень медленный, очень сильно затянутый во времени, то при некоторых обстоятельствах может получиться так, что вы товарища соберете снова, а доски останутся целы. Здесь надо будет еще добавить скорость. Но если уже постановочная техника на макеваре наработана хорошо, то можно точно так же работать на ней удары в скоростном аспекте. И тогда проблем вообще никаких не будет. Удары будут ничуть не медленнее, чем вы наносите в воздух или по мешкам, или еще куда. Так что тут вообще проблем никаких нет. Ведь удары в затянутом как бы плане, с таким вот тянущим таким вот эффектом, они делаются только тогда при постановке на макеваре, когда мы тренируем самосвязочно-суставной аппарат для того, чтобы закрепить все те структуры, которые в ударе стабилизируют все части тела относительно друг друга. То есть укрепляют ударное звено. Вот тогда да. А когда это уже все произошло, то есть человек занимается долго, то он удары макевара носит быстро и сильно. В реальном режиме. И с реальной скоростью. Вот так вот. Так что если вы работаете на макеваре, пробивая ее далеко на пробой, а не щелкать ее просто по поверхности, в режиме поверхностной набивки, то это очень сильно сказывается на том, как легко вы будете делать на макеваре даже самых толстых досок. Вот так вот. Успехов! Занимайтесь на макеваре! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok